Новая трудовая неделя в администрации начинается с оперативного совещания. В прошлый понедельник исполняющий обязанности руководитель администрации Артур Болотников провел личный прием граждан. Вопросы касались вывоза мусора и благоустройства контейнерных площадок, строительства водоводов деревни Гостилова, а также реконструкции городского парка. Обсудили проект реставрации, есть у жителей опасения по поводу липовой рощи. Переговоры у нас на сегодняшний день проводятся. Мы общаемся в первую очередь с собственником земельного участка, который был выделен много лет назад. Пытаемся найти пути соприкосновения и решения этой проблемы. Позиция муниципалитета и жителей ясна. Надеюсь, что мы найдем общий язык. Артур Викторович принял участие в расширенном заседании правительства Московской области. Основными темами стали капитальный ремонт и ремонт подъездов. Могу сказать, что по ремонту подъездов мы идем с небольшим опережением, но то количество подъездов, которые взяли в этом году, это 48 подъездов всего, которые мы должны отремонтировать, этого недостаточно в этом году. К сожалению, мы не можем внести корректировку, так как бюджет областной утвержден в ноябре прошлого года и вступил в действие этот закон с 1 января. На следующий год мы меняем адресный перечень, увеличиваем количество ремонта подъездов. Эта нагрузка, соответственно, ложится и на управляющие компании, которые должны кратно увеличить ремонт подъездов. 22 августа в наш город с рабочим визитом приехала заместитель министра благоустройства Московской области Светлана Аипова. Она посетила Москворецкий микрорайон и городской парк. Особое внимание было уделено ямочному ремонту. По выезду составлен протокол поручений. Имеются замечания. Это в первую очередь яма во дворах. Яма во дворах не только в самом городском округе, но и в сельских населенных пунктах, в том числе и в Ошитково. 21 яма. Значит, за выходные должны были эту работу выполнить. На этой неделе будут подведены итоги акции «Собери ребенка в школу». Также продолжатся мероприятия в рамках проекта «Чистый четверг» и работа по подготовке к осенне-зимнему периоду. Это прием многоквартирных домов. Есть замечания со стороны Государственной жилищной инспекции по домам. Те, которые мы уже указали, что они готовы к осенне-зимнему периоду. И прием котельных. Сотрудники сферы ЖКХ в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду проверили 11 котельных и приняли участие в совещании Министерства энергетики по вопросу энергоснабжения населенных пунктов Воскресенского района. Приведен личный прием граждан по вопросам ЖКХ, в фоне которого поступило 18 обращений. Данные обращения упрощены компаниями в соответствующих поручениях. Я хочу взять на контроль, на особую их выполнить установленный срок. А юные хоккеисты спортивной школы «Химик» не перестают радовать своими результатами. Хоккеисты 2003 года рождения в Электростале стали первыми в летнем кубке памяти Владимира Мариничева, а хоккеисты 2004 года стали вторыми на международном турнире в Смоленске. В соответствии с планом ведутся ремонтные работы по благоустройству парка Кривякина, учреждениям здравоохранения, образования, культуры и доп. образования. В прошлой неделе был осуществлен выезд по контролю ремонта в школах 2, 4, 5. На этой неделе планирую выезд в учреждения здравоохранения. Продолжается комиссионная проверка избирательных участков, расположенных в подвестных учреждениях. В субботу на территории культурного центра усадьбы Кривякина прошел фестиваль туризма и народного творчества «Красное сельцо», который вызвал неподдельный интерес жителей и гостей города. В ходе фестиваля были организованы презентации лучших информационных центров Подмосковья, музеев и культурных центров. Проведены мастер-классы, ярмарки мастеров, ремеселы, концертная программа. За прошедшую неделю на портал Добродел поступило 138 обращений. Направлено ответов 321. Из них с отложенным сроком 14 и 47 повторных обращений. Топа самых проблем в районах на прошедшей неделе остаются в течение последних 4 недель от ремонта дорожного покрытия, 59 обращений. Уборка мусора, 40 обращений. Третью неделю подряд это отключение горячего водоснабжения, 23 обращения. Скорее всего это связано с тем, что идет в плановые мероприятия. И вторую неделю подряд благоустройство мусоросборочных площадок. И в этой неделе первой у нас вышли в топ не санкционированные свалки, 35 обращений. На прошедшей неделе в дежурную часть УВД поступило 748 сообщений о происшествиях. Было зарегистрировано 25 преступлений. Из них раскрыты 13. 315 административных правонарушений выявлено, 180 правонарушений по линии ГИБДД. 7 человек привлечено в административное ответственность за нахождение в заруженном состоянии автогольного обвинения. Пожарные подразделения совершили 32 выезда. Из них 5 на пожар. Огнеборцы тушили возгорание в деревне Потаповское, поселке имени Цурупы, селах Конобеева и Очкасово. По селу Очкасово хотелось обратиться к администрации. За последние полтора-два месяца у нас это уже четвертый случай. То есть в электросетевую компанию пьяхал мы обращались, чтобы он проверил. Практически все пожары, два дома там сгорело, плюс вот этот пожар. И плюс еще частный дом, который жители сами сумели потушить, находились в это время, все практически от перегруза сети. Также хотелось бы обратиться к жителям и гостям района. Продолжаются у нас походы в лес. Последний поход у нас с дедушкой 80 лет искали мы его два дня. То есть это был... Ходил он в зоне так называемой у нас. Зашел в Белозерске, нашли его уже в Маринке. То есть аккуратно заходить в лес, иметь с собой средства связи, дополнительные источники питания. И желательно, если вы уже дозвонились в службу 112, какой-то ориентир свой обозначили, не уходить с этого места. То есть приедем, вывезем, найдем. На прошлой неделе сотрудниками ГосАдам Технадзора было проверено 35 сообщений, поступивших на портал Добродел. Могу сообщить, что по 7 или 10 процентов проверенных обращений, факты указанных обращений не подтвердились. То есть нарушения были на момент проверки устранены. В этом и важно всех сидящих здесь заслуга. В правительстве Московской области разработана тепловая карта поступающих обращений в Добродел. Я могу сообщить, что Воскресенский городской области уже более двух недель находится в зеленой зоне. Денис Цветков, Дмитрий Волнов. Новости Искровект.